Депутаты Совета Чижимтовского сельского поселения выбрали нового главу. Во вторник, 24 мая, в здании Центра культуры и досуга села Чижимто состоялось расширенное заседание Совета депутатов сельского поселения. Кроме девяти народных избранников, на встрече присутствовали районные власти, администраторы поселений и представители общественности. Кандидаты, желающие баллотироваться на пост главы Чижимтовского сельского поселения и подходящие под критерия отбора, подавали документы в конкурсную комиссию, в состав которой входили три представителя районной администрации и три депутата Чижимтовского сельского поселения. 19 мая завершился конкурс на замещение должности главы администрации поселения. Кандидаты прошли профессиональное тестирование и собеседование. По итогу заседания конкурсной комиссии кандидатами на пост главы стали Олег Даниловский, Артём Иванов и Максим Шонгин. Результаты работы конкурсной комиссии присутствующим озвучил первый заместитель главы Колпашевского района, председатель конкурсной комиссии Антон Агеев. В комиссию поступило три заявки от трёх кандидатов. По итогам рассмотрения комиссии принято решение о допуске всех трёх кандидатов на процедуру избрания на совет Чижимтовского сельского поселения. Итак, поступили от кандидатов Даниловского, Олега Геннадьевича, Иванова Артёма Анатольевича и Шонгина Максима Викторовича. По количеству баллов результаты таковы. Иванов Артём Анатольевич набрал 118 баллов из 120 возможных, Шонгин Максим Викторович набрал 97 баллов и Даниловский Олег Геннадьевич набрал 70 баллов. Таковы результаты проведения конкурса. Совет сельского поселения прослушал выступление каждого кандидата первым присутствующим. Свою программу представил Олег Даниловский. Уроженец Стрижевого. Долгое время он жил и работал в Томске в строительной и нефтегазовой сфере. Семья переехала в Чижинто более года назад. В настоящее время Олег Даниловский занимается вопросами инвестирования в IT-сфере. Почему я решил идти баллотироваться, так скажем, на должность главы сельского поселения? Я уже повторил, что мне здесь нравится. Я считаю, что это мой дом. И мой опыт, накопленный за долгие годы, большой опыт. Опыт управления проектами, опыт управления финансовыми коллективами. Они, я считаю, что позволяют мне сделать Чижинто лучше, красивее, удобнее и комфортнее. Вторым перед депутатами, районными властями и представителями поселения общественности выступил Артем Иванов, уроженец города Колпашево. Ему 42 года. Имеет среднее специальное образование по специальности правоведения. Высшее образование по специальности государственное муниципальное управление. Пять лет работал в областном управлении федеральной службы исполнения наказаний, затем вернулся в Колпашево и возглавил городской центр досуга и социальной помощи молодежи. Через два года перешел работать в городскую администрацию на должность специалиста по молодежной политике. С 2013 года возглавлял отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации городского поселения до расформирования отдела. В настоящее время продолжает работу городской администрации в должности главного специалиста по спорту. В 2019 году Артем Иванов одержал победу в областном конкурсе на лучшего муниципального служащего номинации «Социальная политика». В прошлом году вышел в финал конкурса лидера России по Сибирскому федеральному округу. Артем Иванов обозначил главные направления деятельности в качестве руководителя Черемтовского поселения. Для формирования первостепенных целей задачи выделяют для себя следующие проблемы. Проблема теплоснабжения. Острой проблемой сферы теплоснабжения в селе Черемто является ветхость и изношенность тепловых сетей, многочисленные порывы в процессе прохождения осемне-зимнего периода, большие теплопотери в сетях. Одной из причин чего является отсутствие теплоснабжающей организации на долгосрочный период. К эксплуатации котельных ежегодно привлекается компания, которая по окончанию отопительного сезона возвращает имущественный комплекс в казну поселения. Решением данной проблемы является передача объектов теплоснабжения в хозяйственное ведение посредством заключения концессионного соглашения. Также среди первостепенных задач по развитию сельского поселения Артем Иванов отметил недопущение ухода с территории муниципального образования ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения, которая терпит убытки. Поиск возможностей для строительства в Черемто водоочистных сооружений, привлечения средств на проведение ремонта дорог по действующим областным и федеральным программам, очистку территории от несанкционированных свалок, реализацию проекта новой площадки накопления твердых коммунальных отходов, обустройство общественной территории для отдыха населения и другие задачи. Перед присутствующими выступил и кандидат на пост главы поселения Максим Шонгин. Уроженец Алтайского края в четырехлетнем возрасте переехал в город Колпашево, имеет высшее юридическое образование, окончил магистратуру по социально-культурной деятельности, долгое время работал в отделе ГОЧС и безопасности населения администрации Колпашевского района, после чего перешел в сферу культуры и в настоящее время работает методистом Центра культуры и досуга. Одним из главных направлений развития поселения Максим Шонгин считает сельское хозяйство. Развитие сельского хозяйства – одно из перспективных направлений роста экономики чашинтовского сельского поселения. Самообеспечение продуктами питания, молочной продукцией, мясом, картофелем, овощами позволит улучшить жизнь каждого жителя. Прежде всего, нужно сохранить поступательную деятельность тех предприятий, которые уже сегодня работают на территории. Улучшение условий жизни села я непосредственно связываю с уровнем реализации имеющегося потенциала и с привлечением инвестиций. Мы должны помогать заинтересованным людям в создании новых крестьянских хозяйств и активно участвовать для этого в конкурсах на получение грантов. Необходимо сделать все возможное для сохранения и увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Грамотно применять имеющиеся механизмы поддержки и искать новые. В сфере благоустройства Максим Шонгин также отметил необходимость осуществлять контроль за своевременным вывозом мусора, участвовать в программах с привлечением средств бюджетов вышестоящих уровней. Кандидат обозначил необходимость в ремонте дорог, модернизация объектов ЖКХ. После выступления кандидатов Совет Черемтовского сельского поселения приступил к обсуждению кандидатур. Перед началом дискуссии председатель Совета поселения Людмила Семикина зачитала поступившие в Совет рекомендательные письма в пользу одного из кандидатов, а именно Артема Иванова, от коллективов районного совета ветеранов и городского молодежного центра. После активного обсуждения депутаты Совета Черемтовского сельского поселения приступили к открытому голосованию, после чего кандидаты были приглашены в зал для оглашения результатов. По результатам голосования за Даниловского проголосовало за ноль депутатов, за Иванова проголосовало за шесть депутатов, за Шонгина проголосовало за ноль депутатов. Таким образом, главой Чижентовское сельское поселение избран Иванов Артем Анатольевич. С победой на выборах Артема Иванова поздравил глава Колпашевского района Андрея Медных. Самое главное пожелание – это оправдать доверие населения через доверие депутатов, которые буквально несколько минут назад было выражено в голосовании. Я считаю, что Артем Анатольевич с этой задачей справится. Мне понравился его доклад. Четкий, конкретный, обозначенный проблемами, обозначенные пути решения. Так и должен действовать глава. Еще раз говорю, его опыт, его умение подходить к решению вопроса, я думаю, ему это будет очень помогать. Ну, естественно, и было им хорошо сказано при поддержке населения, ну и высшестоящих органов власти в том числе. Поэтому желаю ему тот оптимизм, та его инициативность, чтобы постоянно помогала ему в решении этих вопросов. Искренне поздравляю его с избранием главы такого огромного поселения. Победитель выборов на должность главы Чижимтовского сельского поселения Артем Иванов поделился с нами планами на первый рабочий день в качестве руководителя муниципального образования. Первый рабочий день начну со знакомства, в первую очередь со знакомства с новым коллективом. Затем буду постепенно вникать во все вопросы, которые, более детально вникать во все вопросы, которые актуальны на данной территории. Встречи будете организовывать? Да, конечно, встречи с населением организовывать будем, мы и прием граждан будем вести. То есть, как я и говорил в своем докладе, работу с населением будем именно активизировать. Планируете поездки по населенным пунктам, которые входят в состав Чижимтовского сельского поселения? Обязательно. Это сделаю в ближайшее время. Новый глава Чижимтовского сельского поселения вступит в должность после официального опубликования соответствующего решения Совета поселения. Публикация состоится в пятницу, 27 мая. Глава избирается сроком на пять лет. Добавим, Чижимтовское сельское поселение – второе по численности населения муниципальное образование Калпашевского района после городского. В июле село Чижимто отметит 110 лет.